Здравствуйте друзья! Сегодня видео о самом главном не только для врачей, а для всех. В этом видео я расскажу о трех наиболее важных факторах для здоровья и долголетия. Не секрет, что здоровье это пожалуй самая большая наша ценность. И не зря при всех поздравлениях желают сначала здоровья, упоминают его на первом месте. В этом видео вы узнаете, что по мнению врачей-специалистов, ученых, ну и конечно по моему мнению, так сказать именно мнению врача, является наиболее важным инструментом для достижения этого здоровья и долголетия. Первый инструмент это физическая активность, которая обеспечивает выносливость сердечно-сосудистой системы. Это очень важный фактор, подчеркну, речь идет именно о физической активности, умеренных и регулярных обычных нагрузках. Ни в коем случае не спорт, не профессиональный спорт, который в принципе вреден для здоровья. В прошлом видео я уже касался этой темы, оставлю ссылочку вверху экрана. Экономия усилий, экономия энергии это то, что приводит к долголетию и распределяет ресурсы организма на максимально возможное время. Как с автомобилем, если его больше эксплуатировать, чаще ездить, то и детали будут подвержены износу при эксплуатации. В этом смысле есть определенные аналоги в человеческом организме. Износ клеток, износ энергетических составляющих в организме и ресурс ограничен. Посмотрите то мое видео, в нем в том числе приводятся и доказательства биологических закономерностей и доказательства правоты таких суждений. С другой стороны, без умеренной физической активности не будет определенной тренировки органов и систем. Доказано, что малоподвижный образ жизни, гиподинамия достоверно являются факторами, ухудшающими состояние многих органов и систем. Есть многочисленные рандомизированные исследования. Друзья, не секрет, что многие из вас, да и я тоже, хоть и прекрасно понимаем вред длительного сидения за компьютером, все равно наша физическая активность сегодня чаще всего недостаточно. Особенно в условиях избытка питания. Обычную зарядку и физкультуру мы игнорируем. Как я люблю в шутку говорить, на автомобиле мы разве что в туалет не ездим. Если бы была возможность, то мы бы и по нужде отправлялись на личном автомобиле. И в магазин ближайший возле дома, за хлебом, на автомобиле ездим. И привыкли уже к этому комфорту и малой подвижности. Что это безусловно сказывается на здоровье. Выносливость не только сердечно-сосудистой системы снижается, но и других органов и систем. Отсюда вполне логичные рекомендации. Если у вас недостаточная физическая активность, если на работе вы вынуждены долгое время сидеть, например, в офисе, за компьютером, то хотя бы до работы лучше добираться пешком, чаще прогуливаться, избавиться от автомобиля. Это не только будет экономия, кстати, ваших денег и повысит экологию окружающей среды, но и повысит вашу физическую активность. Зачем тратить время на занятия в тренажерном зале, тем более, что часто это бывает вредно, если повысить вашу физическую активность можно очень простыми и доступными всем мерами. Посидели полчаса, час за компьютером, встали, отдохнули, выполнили какую-то зарядку, в том числе зарядку для глаз, для тела, поприседали, небольшую гимнастику, упражнения, прогулялись в свободное время, по парку, это не только полезно для здоровья, это еще и приятно позволяет отвлечься и снимать психологический стресс. Никакого спорта, только физическая культура и умеренная активность с максимальными изометрическими нагрузками. Доказательств этому факту сегодня более чем предостаточно. На десятках и сотнях тысяч пациентов врачами были проведены специальные исследования о выносливости, физической активности и реализации различных заболеваний или изучается продолжительность жизни. В среднем реализация развития риска смерти от всех основных причин два-три раза ниже в группах сравнения исследований с достаточной физической активностью по сравнению с группами с низкой физической активностью. Эти статьи неоднократно обозревались, их сотни не стану сейчас тратить на это время. Второй фактор, который вы сможете реализовать в своей жизни, это фактор рационального питания. На эту тему есть огромное количество экспертов, все разбираются в питании, поэтому также не стану тратить на это много времени, тем более, что это у вас сразу вызовет негативный опыт. Могут, доктор сам имеет избыточный вес и пытается еще других учить. Эдакий диетолог нашелся, да? Понимаешь? Друзья, сразу признаюсь таким потенциальным критиком и комментатором, да, который напишет такое, что вы правы. Те рекомендации, которые я представляю в своих видео, являются научно обоснованными и доказанными с точки зрения биологии и доказательной медицины. Но сам я, к сожалению, часто им не следую. Собственно, из-за этого приходится констатировать, что сапожник без сапог. Каюсь, грешен. Но знать правду о себе, о природе, закономерностях развития заболеваний, врач всегда знает лучше, да? И лучше понимает возможные механизмы, как эти заболевания не допустить. То, к чему нужно стремиться, это одно, но реализовать на практике, это совсем другое. Правильное питание, рациональное питание, это процесс бесконечный. И разговор, как минимум, на несколько двухчасовых лекций от профессиональных диетологов, но уж точно нет врача-хирурга. Хотя, говоря о диетологах, нужно тоже сделать небольшую оговорку о конфликте интересов. Например, интересный факт. Общество диетологов США создало так называемую пирамиду питания со списком рекомендованных продуктов для всего человечества. Знаете, кто спонсор этой организации, кто, по сути, создал набор продуктов в этой пирамиде? Министерство сельского хозяйства США. Соответственно, там в основном пирамида из тех продуктов, что произрастают и хорошо промышленно изготавливаются, хорошо доступны в США. Прежде всего, там невооруженным взглядом видно большое количество углеводов. Проталкивается идея, что только углеводы и жиры это единственный источник энергии, и их нужно потреблять больше. Так что, во всяком, во всяких рекомендациях, даже самых авторитетных, следует относиться к ним с осторожностью и пропускать через призму жизни материали конкретной местности, в которой вы проживаете, и откуда пошли ваши предки. То есть, например, для белоруса, ну, никак арахисовое масло не будет важным элементом рациона, хотя американские диетологи продвигают этот продукт очень настырно, так активно. То есть, всегда изучайте не просто сами рекомендации и кто их дает, а еще и конфликт интересов этих авторов или спикеров. Не хочу во времени сильно растягивать это видео, обозначить только некоторые узловые моменты, так сказать, опорные точки, от чего можно оттолкнуться вопросов питания. Если говорить простыми словами, питаться нужно так, как это делают обычные животные в дикой природе. То есть, мое глубокое убеждение, как врача и как жителя нашей планеты, что нужно любить природу, жить с природой и признавать природное в себе. Никаких простых сахаров. То есть, углеводный компонент должен быть прежде всего за счет полисахаридов, сложных сахаров, непростых, то есть, состоящих только из глюкозы и фруктозы. Знаете, что сахар это легализованный наркотик, искусственно созданный продукт. Ни один продукт на земле или ни одно вещество не привело к такому количеству смертей, как сахар. И это не только сахарный диабет. Все инфаркты, инсульты, атеросклероз, как типовой патологический процесс, все это происходит в том числе из-за процесса гликирования различных веществ, составляющих основу нашего организма. Каждый житель крупных городов, например, в среднем потребляет около 70 килограмм чистого сахара в год. Конечно, наша поджелудочная железа с годами не выдерживает такой нагрузки. Жиры употреблять нужно, но они должны быть натуральными и разнообразными. Растительные, животные, все масла полезны. И обязательно нужно комбинировать масла. Общее правило для любого питания. Чем больше разнообразия, тем меньше вреда вы получите от каждого отдельного компонента пищи в этой смеси. А польза извлекается из небольшого количества. Поэтому пусть еда будет разнообразной. Иногда особо увлеченные диетологами и диетами люди думают, что они очень просвещенные и вообще исключают жиры из своего рациона. Иногда, например, употребляют только растительные масла. Оливковое, жутное, огняное. И не употребляют вообще животные жиры. Когда это касается взрослых, таких зацикленных людей, их еще называют зожнутые, помешанные на здоровом образе жизни, то это еще куда не шло. Они вредят своему здоровью не очень сильно и хотя бы осознанно. Их организм труднее навредить. Но когда они, эти люди, перестают давать жиры, например, своим детям, в бытность моим студентам педиатрического факультета, нас в период зимних эпидемий на старших курсах несколько раз снимали на грипп, мы, будучи студентами, ходили по визитам, чего там только не насмотрелось. Например, обеспеченная вроде семья, ребенок ЧДБ, часто делительно болеющий. Когда приходишь в такую семью, видишь, что ребенок ниже своего роста, не добирает и массу тела, и рост, зато родители все знают о правильном питании, условно, в кавычках. Это такие просветленные интернетные диетологии. Никакого холестерина они ребенку не дают. Никакого животного жира. Только дают оливковое масло. Я говорю, ребенку нужно срочно дать жир животного происхождения, иначе он перестанет у вас расти. Дело в том, что гормон роста, самототропный гормон, практически перестает вырабатываться гипофизом. Без достаточного поступления животного жира. Нужен экзогенный холестерин, в том числе, не только тот холестерин, который вырабатывается. Фосфолипиды нужны. Конечно, ребенок будет часто болеть с такими родителями. Если, например, его мама стоит на кухне и варит суп из сосиски, рассказывает мне. Это реальный случай из практики. Представляете, суп из сосиски, из воды, которую нормальные люди обычно сливают, выбрасывают. Так что представления кулинарии и питания бывают совершенно разные у разных людей. Каждый считает себя умнее другим. Ребенку, как и любому человеку, чтобы быть здоровым, нужна рыба. Нужны разнообразные овощи, фрукты, ягоды. Белки также должны быть разнообразными. Это важный строительный материал для клеток. Источник их обновления. Одни клетки гибнут, им на смену приходят новые. Никаких мономеров не должно быть. Аминокислот, расщепленных и прочее. Только полноценные белковые цепочки. Все это белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Называются емким термином нутриенты. И должна быть в первую очередь нутриентная достаточность питания. Есть еще энергетическая достаточность. То есть пресловутый подсчет калорий. Исходя из законов термодинамики, любят заниматься избыточно тревожные люди подсчетом этих калорий. Это все правильно. Но коллегия жизни, она гораздо сложнее. Это не замкнутая система организма человека. Главное правило поменьше химикатов, красителей, добавок. Побольше натуральных, растительных и химически необработанных продуктов. То есть все как в природе. Как я и говорил, в природе нет сахара. Он был искусственно изготовлен человеком. Так вот и употребляйте углеводы в том виде, в котором они находятся в природе. То есть в сочетании с клетчаткой во фруктах, овощах, ягодах. А не в виде двух ложек сахара к чаю. Каждый день при питье чашки. Кстати, если вы откажетесь от сахара хотя бы в чаю, это уже будет маленький шажок к успеху и здоровью. Так как суточное его потребление значительно снизится. Поменьше полуфабрикатов, жареных жиров, фастфуда, побольше свежих овощей, фруктов, клетчатки. Кстати, последнее занимает особое положение на употреблении клетчатки, как и в важном компоненте факторе здоровья и долгой активности в жизни. Остановлюсь поподробнее. Это каркас, собственно, каркас всех растений состоит из непереваренной клетчатки, которая играет очень важную роль в формировании калорных масс, в введении токсинов, с желчью и вредных веществ из организма. Клетчатка – это еще и микрофлора кишечника. Это влияет на всасывание витаминов и минералов. Таким образом, чем больше вы в своем рационе будете потреблять клетчатки, тем здоровее вы будете. Я не стану сейчас приводить ссылки на конкретные научные работы, мета-анализы. Врачи всех стран во всем мире сегодня признают роль растительных волокон и клетчатки в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни. Вы можете сами при желании ознакомиться с этими научными трудами в интернете. При увеличении потребления клетчатки на 10 граммов в сутки снижается риск смерти от различных причин примерно на 10%. Причем и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от онкологии, и от других наиболее распространенных причин. То есть на каждые 10 грамм будет снижаться на 10%. Великолепно, да? Осталось только увеличить количество клетчатки. К сожалению, современный человек употребляет гораздо меньше клетчатки по сравнению с необходимым, так как появилось все больше рафинированных продуктов, измененных. В среднем сегодня человек употребляет 16 граммов клетчатки в сутки, в то время как нужно как минимум 30 граммов в сутки. То есть в два раза больше. Очень важно есть побольше овощей, фруктов, свежих салатов, морковь, капуста, свекла, крупы, зерновые. Все это не требует от вас большого расхода или вашего бюджета. Это дешевые и доступные отечественные продукты в сравнении с другими. Это дешевый и крайне полезный компонент питания, содержащий много клетчатки и мало сахара. Фитонутриенты это важные компоненты растительного происхождения, которые, к сожалению, повторюсь, употребляются людьми сегодня недостаточно. К клетчатку в виде хлопьев иногда специально добавляют к кашам или к супам, чтобы повысить ее содержание в продуктах. Тем самым улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, да и других систем организма. Друзья, кстати, призываю вас не зацикливаться на всяческих диетах, формах тела, стремиться к каким-то идеалам внешности и форм. Поверьте, в сравнении с настоящим здоровьем и долголетием, внешность это второстепенная составляющая нормальной жизни. Психически здоровый человек должен принимать себя таким, какой он есть от природы, не пытаясь в себе что-то изменить. Кстати, в ряде исследований было показано, что дольше всего живут люди с небольшим даже избытком массы тела, даже в сравнении с худыми людьми. Главное условие это, чтобы избыток массы не трансформировался в запущенное ожирение и сформировался не в детстве, а постепенно, с годами, уже после там 40 лет. Как выяснили авторы одного из крупных исследований, специалисты университета штата Огайо в США в журнале «Аннало эпидемиологии», и в старшем возрасте, наоборот, не стоит стремиться к излишней худобе. Вы все можете ознакомиться, легко найдя полный текст этой статьи 2021 года. Там на 4,5 тысячах исследуемых было доказано, что даже люди с небольшим оживлением, возникшие в пожилом возрасте уже после 60 лет, имели достоверно более низкий риск преждевременной смерти, чем люди с низким индексом массы тела. Ранее было много подобных исследований и подтверждений, что худоба не обязательно всегда это равно здоровью. Наоборот, не стремитесь к каким-то идеальным формам тела. По статистике, 40% населения планеты вообще никогда не вставали на весы, не считали калории. Они едят что хотят, где хотят и когда хотят. После 6 вечера, ночью. Поэтому баланс гормонов в организме влияет на внешний вид и вес в большей степени, чем какие-то там диеты или ограничения питания. Хотя и построена сегодня целая индустрия похудения, пациент, к сожалению, в высокой степени скорее нуждается в помощи врача-специалиста. Прежде всего, врача-эндокринолога и врача-психиатра или других смежных специалистов. Кстати, иногда даже врача-хирурга. Так называемая бариатрическая хирургия при морбидном ожирении, болезненном. Хотя есть много споров на этот счет, от чего в конечном итоге теряет вес пациент. Но не будем сейчас углубляться. Итак, первый фактор это физическая активность. Второй фактор это питание. Например, употребление больше клетчатки, природной полезной пищи. На это все мы с вами можем влиять. Трудно, но практически каким-то образом мы можем на это воздействовать. И третий важный фактор это, конечно, наследственность. На него, к сожалению, нам трудно повлиять. Но это только на первый взгляд. Мы можем, только зная нашу семейную историю, зная, например, чем болели и от чего умирали наши родственники, примерно знать, чего следует избегать, чтобы у нас тоже не реализовались эти факторы повышенного риска той или иной патологии, обусловленной генетически. Если вы мальчик и у вас дедушка умер в 55 лет, например, от онкологии, скажем, от хулоректального рака, дядя, отец тоже болели этим заболеванием и, например, не дожили до 65 лет, наверное, вам стоит исключить те возможные факторы риска, плюс актуальные вопросы генетического консультирования и типирования составления списка той патологии, реализация которой конкретно у вас наиболее вероятна. Я уже приводил пример с типированием девочек по гену BRCA1. Если вы девочка и у вас бабушка и мама умерли от рака груди в 40-50 лет, то, наверное, и вам стоит задуматься как минимум пройти исследование на выявление у вас этого гена BRCA1. Это сейчас я кратко, кстати, рассказал историю известной актрисы Анжелины Джоли, которая не стала дожидаться рака груди и просто удалила всю свою железистую ткань обеих молочных желез, то есть заранее устранила субстрат для развития этого конкретного онкологического заболевания. Да, своих родителей мы не выбирали, но мы всегда можем выбирать наследственность для своих будущих детей. Можно сколько угодно рассказывать про моральную и этическую сторону выбора вашего спутника жизни, супруга или супруги, но на этапе конфетно-букетного периода не лишним будет так между делом поинтересоваться у вашего парня или девушки, которых вы рассматриваете в качестве будущих спутников жизни, например, спросить, в каком возрасте умерли твоя бабушка, дедушка или чем вообще болели твои близкие родственники. Осторожно и заметно собрать атаки анамнез. Друзья, я не хочу сейчас отрицать искреннее чувство, любовь и все такое прочее, но если на этапе выбора партнера вы забываете о реальной жизни и вопросах рождения и воспитания здоровых детей и делаете какой-то неосознанный выбор без оценки всех обстоятельств, то потом не удивляйтесь, что родился ребенок-инвалид, с врожденным пороком развития или с какими-то врожденными метаболическими заболеваниями, условиями генетическими. Это потом уже только выяснится, что самого-то важного вы не спросили со своим будущим избранником. Планирование беременности и планирование семьи должно начинаться заранее, а не когда уже поздно. Или, например, вам не рассказал суженая, что его папа, дядя, дедушка страдали семейным полипозом толстой кишки. Просто умолчал, когда вы общались на свиданиях на посторонние темы. А там родился ребенок, сын, скажем, в раннем возрасте также нуждается в тотальном удалении толстой кишки из этого полипоза. И, по сути, ребенок станет инвалидом после такой операции. Друзья, жизнь она многогранна и непредсказуема. Никто не застрахован от заболеваний, в том числе генетических, генетически обусловленных. Я отнюдь не призываю наплевать на чувства или душевные любовные какие-то переживания и выбирать спутника жизни исключительно, как мы выбираем, например, квартиру или новый автомобиль в автосалоне. Но то, что ваш будущий супруг, например, познакомился, познакомит вас с своей 90-летней бабушкой или дедушкой, которая еще находится в здравом уме, уже это будет хорошее подкрепление вашей уверенности в правильном выборе партнера и отца матери для ваших будущих детей. Чтобы потом не было мучительно больно, как говорится, на бесцельных прожившие годы. Таким образом, фактор наследственности также важен для здоровья и долголетия. Друзья, вот такие три основных фактора или инструмента, которые определяют наше здоровье и долголетие. Можно было, конечно, их разбить на больше компонентов или добавить другие факторы. Четвертый фактор инфекционный, поскольку инфекции могут вмешиваться и ухудшить состояние вашего здоровья, в том числе вирусные. Все мы помним ковид и то, сколько жизни он унес. Кстати, вирусные инфекции ответственны и за многие онкологические заболевания. Пятый фактор это экологический, онкология окружающей среды. Вы можете соблюдать сколько угодно режим активности, правильно питаться, но если вы живете в неблагополучной экологической местности, то на состоянии вашего здоровья, конечно, это будет влиять. Качество почвы, воздуха, воды, вдыхаемые, техногенные загрязнения и многое-многое другое. Далее по списку вредные привычки, поведенческие факторы и так далее и тому подобное. Это видео вполне могло называться не три фактора, а десять факторов или сто факторов, от которых зависит здоровье. Но я выделил только три основных, о которых следует думать в первую очередь и от которых зависит возникновение большинства известных на сегодняшний день заболеваний. Это физическая активность, это питание и это наследство. Совершенствоваться согласно этим факторам трудно, но все-таки возможно. Конечно требуется определенная сила воли и характер. Прочитать научные статьи или даже сформулировать для себя то, как вам изменить свой образ жизни это еще не значит, что достигнуть успеха. Нужно еще постараться реализовать это на практике. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Если еще этого не сделали, будет много интересных полезных видео профессиональных, хирургических видео для врачей или например вот это видео больше для всех добрых и порядочных людей. Аналитика здоровья так сказать. Профилактика заболеваний это конечно основа медицины. В том числе основа и хирургии. Желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok